Всем привет ребята, на связи Центурион и сегодня я в этом видео расскажу про Утенька, где можно найти вот все копья в игре, также покажу их урон и так дальше. И первое копье тренировочное, которое продается у Хакона в самом начале игры. Фалкс, примерно такого же размера, находится на ферме Лабарта в самом начале игры, в амбаре где спят обычные крестьяне. Железное копье находится в башне Жжо, тот самый Жжо, которого нужно освободить, который застрял, хотел ограбить башню, но застрял в ней. Башня находится возле дома Торбена. Копье наемника валяется у бандитов, если выйти из ворот где стоит Мика, поворачивать налево, там будет пещерка небольшая с бандитами. Там будет также именной бандит Фартхарт, если же убить всех бандитов, можно забрать это копье, оно там будет лежать, где их главная стоянка у костра. Стальное копье также находится в Хоринисе. Выходим из ворот где стоит Мика, поворачиваем направо и идем до первого поворота налево, где первая остановка с Лоресом. Внизу будет впадина, где варги, где мракурицы, где в общем опасные твари обитают. Вот спускаемся туда, идем в сам низ и там будет пещера. Собственно в этой пещере будет Огр, он-то и храняет это копьем. Серебряная луна находится в скрытой долине Аштара. Когда мы пройдем Яркендар, мы доберемся, сможем открыть эту самую локацию небольшую, убив Буму. Собственно говоря, там будут сундуки. Для лавкача сундук открываем и в нем будет находиться Серебряная луна. Копье Радемеса. Мы найдем его раньше, чем мы найдем Серебряную луну, потому что это копье находится у демона, которого нужно убить для того, чтобы пробраться к ворону. То есть мы заходим в храм, где находится ворон, идем дальше, там будет демон, убиваем его и забираем копье. Единственный плюс копья Серебряная луна, оно бьет призраков. И по сути это все. Рунный Клык. Находится на столе у Креола. Собственно говоря, вон Креол, а вот здесь находится этот самый рунный Клык. Копье Бандита. Если выйти из хижины Кавалорна, та, которая в долине рудников, и двигаться в сторону Бандитов, там небольшая стоянка есть. Собственно, там теперь стоит именной Бандит, который вот обладает этим копьем. Если мы его победим, сможем забрать его себе. Копье Гаскула. Находится на плато древних. По сути в самом центре плато древних будет гоблин-наездник. На орочем этом кусаче который. Если убить его, можно забрать у него вот такое вот копье. Старое Потертое Копье находится в третьей главе, не раньше. Если мы перейдем в третью главу, мы обязательно сразу же наткнемся на старого солдата, который дезертир, который сошел с ума, и он на нас нападет. Буквально выходим из долины рудников, идем и не выходя из самого прохода, он будет нас встречать, нападет на нас. При победе мы можем забрать это копье. Коготь Белиара. Да, очень слабое копье, прям максимально слабое, но это обычный Коготь Белиара, который мы можем забрать, пройдя все плато древних и Кошмар Ворона у самого Ворона. Конечно, копье вообще не впечатляет. Лань и Тусена. Шахта Орков, финального босса скелета, который охраняет сферу скалы. Собственно, вот это копье с него и падает. Коготь Бели. Это который уже с душой Синьяка. Если вставить в него душу Синьяка, он будет примерно вот такого вот Макара. Неплохое уже копье, но, честно говоря, добраться до него максимально трудно. И на момент его получения оно уже не столь актуально, ибо мы можем, например, получить копье Ассасинов, которые чуть-чуть хуже, но которые находятся в логове Массиаф, который, как локация, намного проще, чем тот же Кошмар Ворона. Причем в разы проще. Поэтому копье Ассасинов находится в комнате с плюшечками, когда мы пройдем, убьем всех массиафцев, зайдем в потайную комнату за статуей Белиара, оно будет находиться именно там, где все сундуки. Кога Демона. Это копье падает с Хушкара. Хушкар это босс на месте Спящего. То есть в храме Спящего убийство последнего босса, оно и выпадет с него. Копье Стража. Это долина Теней. После Храма Спящего мы сможем туда же попасть. И в некрополисе, который мы обязательно будем посещать, если будем проходить эту локацию, в самом конце, где находятся стрелы до Арбалета Вершителя, это копье будет лежать там. Арб и Хаир. Копье, которое падает с данжа. Я только что рассказывал о храме, то есть о кошмаре Ворона. Если мы его проходим, справа от Ворона будет такой телепорт, в который мы не сможем зайти, пока не убьем Ворона. То есть мы убиваем Ворона, заходим в этот проход, в этот, скажем, телепорт. И там вот начинается данж. Собственно, в одного из боссов, точнее, там таких три братья скелета будут, мы их там никак не пропустим, ибо там всех боссов нужно убивать, упадет вот это копье. И последнее копье, которое выпадает, это Пронзатель, который находится уже на Ирдорате. У последнего босса-мага, который охраняет дверь к дракону Нежити. Вот такое вот копье с него падает, Пронзатель, почти 100% пробитие брони. Выглядит это все, конечно, очень круто, но на факте, на самом деле, это не все так прям имбово, как кажется. Вот такие копья в игре существуют. Если есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте. Я не хотел показывать все эти локации, ибо я не могу их посетить буквально прямо сейчас, но я надеюсь, я правильно рассказал, где все это находится, и вы поняли. Если есть какие-то вопросы по поводу вот этих копий, которые, возможно, не до конца понятны, можете написать в комментариях, я отвечу, конечно же, как всегда. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok